Водение автомобильной и железной дороги. Спасатели сейчас осматривают жилые дома на предмет повреждений. Помощь федерального центра пообещал региону Владимир Путин. Президент потребовал от губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева и главы МЧС Евгения Зиничева оценить размер ущерба. Близкие погибшие при обрушении моста жительницы Приморья и её дочери получат материальную помощь. Об этом сообщает администрация края. Сумма выплаты не уточняется. Ранее стало известно, что следственный комитет завёл уголовное дело в отношении водителя большегруза, во время проезда которого обрушился путепровод. Шофёр не пострадал. Максимальный вес машины для проезда по мосту был ограничен. Фуры и железобетонные обломки придавили иномарку, в которой находились 25-летняя Виктория приставка с ребёнком. В регионе после произошедшего был введён режим чрезвычайной ситуации. Оказалась парализованная одна из составных магистралей. В Стамбуле проходит четырёх стран и саммит по сирийскому регулированию. Президентка России, Франции, Турции Владимир Путин, Мануэль Макрон и Риджеп Тайбер Дагана, также канцлер Германии Ангела Меркель впервые соберутся в таком составе. Прибытие главы российского государства ожидается в ближайшее время. Лидеры стран будут обсуждать практические шаги по налаживанию мира в Сирии. Один из вопросов беженца заявил радиосвеста профессор капитал международных экономических отношений Института стран Азии и Африки Московского государственного университета Владимир Исаев. Прежде всего, это же не слонтанная встреча. Об этом уже говорили до этого заведники. Этих четырёх стран не говорили ни из страны. Ясно слышно, что президент говорит уже о каких-то ответных вещах, что-то подписывать согласованное. Наверняка, это нам остается. Ну что ли, вопрос перед Сирией собравшим себя по поводу трёх с лишним миллионов человек держатся в перемещенной лице, которые находятся в районах, под которыми Турция, потому что нагрузка на поездки в бюджет очень серьёзная. Перед участниками четырёхстороннего саммита выступит специальный посладник генерального секретаря УЛОН по Сирии Стафан Демистура. И об охоте. По информации центра Комоса, сегодня в столице будет облачно с прояснениями. Температура воздуха до плюс шести градусов. И сейчас в Москве плюс четыре, а в Рязани, где радио звезда, можно слушать на частоте 95,7 FM плюс пять градусов. Следующий выпуск новостей слушайте через полчаса. Андрей Философов, служба информации медиагруппы звезда. Слушайте сегодня в восемь вечера на радио звезда. Он летал в жизни всего два часа над тихим аэродромом под присмотром инструктора. Сегодня ему предстоит сесть в незнакомый самолёт и подняться в небо над полем сражения. Рассказ Александра Казачинского «Знакомство с Зоввичем». Слушайте сегодня в восемь вечера на радио «Звезда». История награды. Орден «Мать героиня». В октябре 1944 года в дверь одного из бараков села Мамонтовка, Московской области, подключался мужчина. Кто здесь будик Анна Алексахина? Жители барака указали незнакомцу на кухне. Там, среди кипящих кастрюль, мужчина вручил Анне Алексахиной гербовую бумагу. Женщина отложила в сторону поварёшку и прочитала приглашение явиться в Кремль для вручения ордена «Мать героиня». Орден был учреждён указом Президиума Верховного Совета СССР 8 июля 1944 года. Он представлял собой золотую пятиконечную звезду на фоне расходящихся серебряных лучей. Знак ордена крепился к металлической пластинке, покрытой красной эмалью. На пластинке располагалась надпись «Мать героиня». Награда вручалась женщинам, которые родили и воспитали 10 и более детей, когда младшему ребёнку исполнялся год. Первое награждение состоялось только через четыре с половиной месяца после его учреждения. Говорят, что власти пытались найти многодетную мать-коммунистику, но так и не смогли. 27 октября 1944 года орден под номером один был вручён беспартийной Анне Алексахиной из подмосковной мамы. В зиму у неё было 12 детей.